Глубоко уважаемые коллеги, мы живем в эру таргетной претезионной терапии, когда благодаря индивидуальному назначению в соответствии с молекулярно-генетическим портретом опухоли мы не только продлеваем жизнь больных, но и значимо улучшаем качество жизни данной категории. И именно к таким больным относятся больные немелкоклеточным раком легкого, и мы сегодня поговорим об определенной локализации с метастазирования у этих больных, это с метастазами в головной мозг. В целом проблема достаточно актуальна, и больные раком легкого лидируют среди данной структуры больных. И хотелось бы сказать, что действительно, почему так много мы сталкиваемся с больными с метастатическим поражением головного мозга? Прежде всего мы научились их хорошо лечить, больные доживают до метастазов в головной мозг. Мы имеем уникальное оборудование, которое с высокой частотой регистрирует данное заболевание. И самое главное, благодаря всем этим критериям мы выявляем таргетную группу больных, которым назначают соответствующее лечение. Клиника хорошо узнаваемая, и не в этой аудитории мне ее перечислять. И хотелось бы сказать, что как только больной с метастазами в головной мозг у нас появляется, существует четкий алгоритм. Если это бессимптомные метастазы, это единичный метастаз, безусловно, нам необходима консультация хирурга. Если же хирург считает, что по тем или иным показаниям он не может выполнить хирургическое лечение, безусловно, это показания для лучевой терапии. Либо облучение всего головного мозга, либо это, соответственно, облучение с помощью радиохирургической методики, так называемого гамма-ножа или радиохирургического лечения. Показания к этому лечению все больше расширяются. И хотелось бы сказать, что те больные, которые получают радиохирургическое лечение, у них в будущем возможно облучение всего головного мозга, так и больным, которые облучают весь головной мозг, этим больным возможно выполнение радиохирургического лечения. Соответственно, показания указаны на слайде. Количество метастазов, в принципе, может быть до 10, но основной критерий, конечно, сферическая форма метастаза, поскольку лучевой пучок как бы обволакивает по сфере этот метастаз. И если представьте себе, хоть он и будет узкий, этот метастаз, но он будет порядка 10 сантиметров, представьте, сколько кубических сантиметров будет захвачено в результате выполнения данной методики. Ну, конечно, безусловно, данный вид лечения эффективен, и его эффективность ни у кого не вызывает. Это прежде всего касается больных немелкоклеточным раком легкого. И для именно ЛК-позитивных больных практически у половины встречается метастазово-головной мозг, и именно в данной ситуации предусмотрено комбинированное лечение, хотя сейчас малые молекулы и есть такие, которые проникают через гематенцифалический барьер. Тем не менее, лучевая терапия разрушает этот преусловутый гематенцифалический барьер, ведь, по сути, ткань головного мозга является чужеродной для нашего организма, и поэтому такие вот самые узкие промежутки, они и есть между церебральными сосудами, и они способствуют тому, что крупные молекулы не проникают через антитела, не проникают через гематенцифалический барьер. И хотелось бы сказать, что все-таки, если метастаз в головном мозге сформировался, значит, все-таки гематенцифалический барьер проницаем, но он проницаем недостаточно. И в данном контексте лучевая терапия нам позволяет улучшать пенетрацию различных препаратов через гематенцифалический барьер. Нам всем хорошо известны препараты, цитостатики, которые могут проникать через гематенцифалический барьер. Но как только больной у нас появился, обязательно назначение кортикостероидов и симптоматической терапии. Но еще вот тот курьезный случай, когда добавление к химиотерапии радиосенсибилизаторов, казалось бы, хотели и как лучше, но в данном случае добавление такого радиосенсибилизатора, известного как тимизоламида, к лучевой терапии не только не стабилизировал процесс, а даже, как это ни странно, ухудшило показатели общей выживаемости, основного критерия лечения больных. То есть те больным, которые проводились комбинированное лечение, химиотерапия с тимизоламидом, у них, соответственно, общая выживаемость была 4 месяца, а тем больным, которые проводились только лучевая терапия, соответственно, выживаемость была 9 месяцев. То есть та ситуация, когда желание сделать лучше, не всегда является оптимальным вариантом лечения. И, конечно, мы сегодня будем говорить о том препарате, благодаря которому компания празднует свой юбилей. 5 лет — это достаточно весомый срок, который не только за это время существования препарата доказал свою эффективность, но и то, что препарат значимо улучшает и качество жизни больных. Больные живут хорошо, больные живут долго. И препарат, что важно, что он в целом эффективен и у больных с церебральными метастазами, и без церебральных метастазов. И тот клинически значимый ответ, который включает и частичный регресс, и стабилизацию, было показано, что больные имели преимущество. Причем эффект, безусловно, достигался в начале, потом уже шло количество больных, у которых продолжало нарастать, убывало. Но, тем не менее, первый показатель того, что препарат проникает и препарат эффективен у этих больных, безусловно, мы получили. Продолжительность клинически значимого ответа, безусловно, больше в группе больных, которые получали коризотенип. Сегодня мы в двух блестящих докладах получили подтверждение. И прежде всего у больных с церебральными метастазами коризотенип эффективен. И клинические случаи, буквально несколько слов, но без клинических случаев. Конечно же, нам сложно. Мы имеем не только убедительно-доказательную базу, которая включает рандомизированные исследования, но и, безусловно, рандомизированные исследования включают пятый уровень доказательности, это собственный опыт. В данном случае, поскольку больные, те, которых мы могли бы говорить, они включены в клинические исследования, мы предпочли сейчас представлять те исследования, которые были опубликованы. И мне больше всего интересно, как работает препарат у больных с метастазами в головной мозг. Соответственно, пациентка 56 лет, у больной был выявлен левый отключительный лимфатический узел, который был верифицирован. Было проведено лечение химиотерапии в комбинации, местно распространенный процесс, был достигнут полный регресс. Через 2 месяца было зарегистрировано прогрессирование метастазов в головном мозге. Соответственно, радиохирургическое лечение. Все больные, у которых выявляются метастазы, прежде всего, должны консультироваться хирургам, метастазов в головной мозг и врачам-радиотерапевтам. Через 4 месяца было зарегистрировано прогрессирование. Понятно, что нужно обязательно еще и системное контролирование, не только локально, но и системный контроль лечения. были выявлены бессимптомные метастазы в головном мозге, в средостенных и параортальных лимфатических узлах. Соответственно, мы выявляем молекулярно-генетический портрет опухоли, соответственно, АЛК-мутация, и пациентке назначается таргетное биологически направленное лечение малой молекулы кризотенибом, то есть 250 мг 2 раза в сутки. И на позитронно-эмиссионной томографии, смеченной с глюкозом, мы, соответственно, видим эффект, соответственно, разительный эффект уже буквально через месяц. И через 3 недели после начала лечения кризотенибом уже эффект сохраняет в течение 11 месяцев. Второй случай метастаза в головном мозге уже на фоне терапии кризотенибом. Нам, конечно, надо знать, как вести этих пациентов, и благодаря клиническим исследованиям, которые сейчас существуют, мы видим и те препараты, которые проходят в этих клинических исследованиях, мы понимаем, что у пациентов большое будущее, и благодаря эффективной таргетной биологически направленной терапии мы этих больных можем эффективно лечить и, самое главное, контролировать те симптомы, которые у них возникают, болезни. Ну и вот, соответственно, мужчина, никогда не куривший, в сентябре 2012 года у него появилась характерная симптоматика правосторонний эксудативный плеврид, узлы в правом лёгком, увеличенные средостенные акселярно-лимфатические узлы, выполнена верификация процесса, подтверждена ЛК-мутация, 4 цикла химиотерапии, карбоплотин с пеметрикседом, прогрессирование, больной был выполнен локальный контроль по плевре, затем началась таргетная биологически направленная терапия кризотенибом, 250 мг два раза в день достигнут полный ответ, контролируемый в течение 17 месяцев. Третий клинический случай – это мужчина с множественными асимптомными церебральными метастазами после 18 месяцев кризотениба, экстракраниальный частичный ответ сохраняется у этого мужчины. Лучевая терапия на весь головной мозг составила 200 грамм, 200, извините, грей, в течение 5 раз, и пациенту был продолжен кризотениб. Потому что еще раз подчеркиваю, что для этих больных очень важен локальный контроль и улучшение пенетрации позволит дальше продолжать терапию, таргетную терапию кризотенибом. Тем более других метастазов, кроме метастаза головного мозга, у этого пациента не было. Множественные асимптоматические церебральные метастазы после 18 месяцев, опять после локального контроля. И в результате через 3 месяца после лучевой терапии были выявлены опять продолжения болезни в головном мозге. И, соответственно, в настоящий момент в целом контроль над болезнью составил 3 года и 3 месяца. Хотелось бы сказать, что для больных АЛК-позитивным раком легкого большое будущее. У нас уже есть препараты, заведомо проникающие через гемотенцифолический барьер. Таким очень интересным препаратом является бриготениб. На настоящий момент Российской Федерации, а мы живем в будущем, в принципе, у нас только зарегистрирован один препарат кризотениб, но тем не менее у нас есть и серитениб, у нас есть и лорлатиниб, и есть и альктиниб. Но эти препараты не существуют, это существует в клинических исследованиях. Вот уникальный случай терапии бриготенибом, когда эффект получен на фоне 2 месяцев терапии, и длительность интракраниального ответа составила 18,9 месяцев на терапии бриготенибом. И клиническая активность лорлатиниба уже сегодня была обсуждена и представлена при наличии 2 мутаций. И видим, что, безусловно, эти больные, особенно когда имеется двойное воздействие, и эти больные получают лечение лорлатинибом, мы видим достаточно хороший эффект. Клинический случай четвертый, когда на фоне терапии лорлатинибом в лечении немелкоклеточного рака легкого при наличии 2 мутаций, мы видим заметный, визуальный, хорошо достигаемый ответ, контролируемый по данным магнитно-резонансной томографии. Пятый клинический случай регресс наиболее злокачественно протекающих лептоменингиальных метастазов после трех линий АЛК-позитивного немелкоклеточного рака легкого на фоне трех линий терапии лорлатиниба мы видим эффект, ответ, особенно даже у больных с таким неблагоприятным прогнозом при наличии лептоменингиальных метастазов. И еще раз хотела подчеркнуть, что качество жизни, безусловно, является основным критерием эффективности лечения. Это то, о чем говорят... ...семьи, занимаются работой. И это все вкладывается в понятие качество жизни, включающее физическое благополучие, социальное, психологическое благополучие и духовное благополучие. И вот у наших, к сожалению, онкологических больных все эти четыре основные составляющие практически разбиты и не существует как полноценного человека. Поэтому если есть лечение, которое позволяет так или иначе улучшать эти показатели или же эффективно контролировать, это большое достижение для наших больных. Тем более мы понимаем, к сожалению, у человека единственная болезнь, которая неизлечима, это старость. Поэтому все эти болезни, которые существуют, они должны эффективно контролироваться на определенном промежутке времени и тем самым не сокращать тот срок, который человеку отведен. И опять-таки, соответственно, в исследовании уже сегодня докладывали, использовались опросники по качеству жизни. Это опросники ОРТС, общий для оценки качества жизни больных онкологических, плюс у него еще был специальный модуль, характерный для больных с метастазами рака легкого. И вот поэтому по этому модулю было четко показано, что все больные, которые получали кризитениб, в большинстве случаев имели эффективный контроль над симптомами, такими значимо ухудшающими качество жизни, и кашель, и одышка, и усталость. Кроме того, у них более эффективно контролировался болевой синдром. И более того, даже такой основной критерий, который также включен в качество жизни, время до наступления ухудшения симптомов рака, опять-таки, у больных, которые получали кризитениб, был значимо дольше. И вот те основные составляющие, о которых я говорила, когда мы оцениваем качество жизни, это физическая функция, социальная функция, ролевая, эмоциональная, когнитивная, опять-таки, они лучше контролировались у больных, получающих кризитениб. Таким образом, в настоящий момент мы имеем таргетную популяцию больных, это ЛК-позитивный немелкоклеточный рак легкого, у которых, благодаря назначению биологически направленной терапии, мы не только удлиняем показатели общей выживаемости, но и мы имеем возможность сохранять качество жизни, даже улучшая его. И, возвращаясь к словам основоположника отечественной химиотерапии, любого пациента, больной – это всегда человеческая личность, со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личных случаев. Я благодарю вас за внимание.